Тема «Организация бизнес-правил» — это тема для вас знакома, все, что мы сегодня будем говорить, это является обобщением того, что изучалось ранее. Бизнес-правила задают ограничения назначения данных в базе данных. Они также определяют механизмы, согласно которым при изменении одних данных изменяются и связанные с ними данные в той же или других таблицах базы данных. Таким образом, бизнес-правила определяют условия поддержки базы данных в целостном состоянии. Идеология архитектуры клиент-сервер требует переноса максимально возможного числа бизнес-правил на сервер. Преимуществом такого подхода относятся гарантия целостности базы данных, поскольку бизнес-правила сосредоточены в едином месте, автоматическое применение бизнес-правил, определенных на сервере баз данных для любых приложений, отсутствие различных реализаций бизнес-правил, разнотипных клиентских приложений, работающих с базой данных, быстрое срабатывание бизнес-правил, поскольку они реализуются на сервере, и, следовательно, нет необходимости посылать данные клиенту, увеличивая при этом сетевой тракт. Доступность изменений внесенных бизнес-правил на сервере для всех клиентских приложений, работающих с настоящей базой данных, и отсутствие необходимости повторного распространения измененных приложений клиентов среди пользователей. К недостаткам хранения бизнес-правил на сервере можно отнести отсутствие клиентских приложений возможности реагировать на некоторые ошибочные ситуации, возникающие на сервере при реализации бизнес-правил, ограниченность возможностей SQL и языкоохранимых процедур и триггеров для реализации всех возникающих потребностей определения бизнес-правил. На практике в клиентских приложениях реализуют лишь такие бизнес-правила, которые тяжело или невозможно реализовать с применением средств в сервере. Все остальные бизнес-правила переносятся на сервер. Рассмотрим реализацию бизнес-правил на сервере. Первый вид – это ограничение значения столбца записи. Ограничение первичного ключа задает требование уникальности значения поля или группы полей, входящих в первичный ключ по отношению к другим записям таблицы. Например, в таблице Salkist мы создали первичный ключ в приморике по полю кордера. То есть вот это поле будет однозначно определять нашу запись таблицы. Ограничение уникального ключа задает требование уникальности значения поля или группы полей, входящих в уникальный ключ по отношению с другим записям таблицей. Уникальный ключ мы строим командой Uniquen по полю Nazvlad. Nazvlad у нас поле строковое, длиной до 50 символов, и не пустое. Ограничение требуемого значения определяет, что в поле не может храниться, например, пустое значение not null, или же значение по умолчанию, дефалт в данном случае 1. То есть если пользователь ничего не ввел в нашу таблицу, по умолчанию будет введено значение единичка. Требование соответствия одному значению из списка. Например, при построении домена полтайп мы можем ввести либо мож, либо же. Требование ограничения было реализовано с помощью операнда чек. Если мы попытаемся пол ввести как M или как G, у нас сработает ошибка. Ограничение диапазона возможных значений. При создании таблицы ТБЛ на столбец, под названием столбец, ограничили значения между 100 и 200. Это же можно было записать как больше 100 и меньше 200. Ограничение максимума или минимума указывает, что поле должно превышать какое-либо значение, если это минимум, и или не превышать какое-либо значение, если это максимум. В нашем примере для столбца под названием столбец в качестве минимального значения указано 100. Опять-таки ограничение поставили через чек. Ограничение ссылочной целостности задает требование, согласно которому для каждой записи в дочерней таблице должны иметься записи в родительской таблице. При этом изменение значения столбца связи в записи родителя при наличии дочерней записи блокируется, равных какое удаление родительской записи. Для разрешения каскадных воздействий следует отменить ограничение ссылочной целостности и реализовать каскадные воздействия по отношению к дочерней таблицам, триггерам. Например, создается таблица под названием СТПР-товар, которая имеет ключевое поле товара. Оно ключевое, потому что стоит прямо в реке. Это поле строкового типа, не пустое. Имеет указатель полет, который определяет параметры сортировки, или же опцию приведения параметров сопоставления применительно к символному строковому выражению. Это главная таблица. Создается таблица приход, дочерней таблицы, которая имеет ключевое поле ID-приход. Оно ключевое. Имеет поле товар, так же, как и в родительской таблице, но оно уже не ключевое, а просто не пустое. Мы говорим, по этому полю товар, в дочерней таблице приход, построен внешний ключ по отношению к родительской таблице СПР-товар. То есть таблица СПР-товар и приход будут связаны по полю товара. Алгоритм вычисления назначения. Если таблица будет иметь вычисляемые поля, то можно использовать компьютер-байк, и значения вычисления будут заноситься в поле прав. Ограничение отношений между полями или столбцами называют записи. Такое ограничение определяет некоторое отношение, больше, меньше, равно и так далее, между значением двух полей одной и той же записи. В данном случае в таблице Персон Парамс мы говорим, что поле хайк должно быть больше, чем поле вы. Ограничение формата записи значения указывает, что в значение столбца должна входить группа символов. Здесь, в нашем приводимом примере, значение поля под названием столбец должно оканчиваться символами USD. Знак процента означает, что перед этими символами может находиться любое количество любых символов. Требование вхождения символов значения тоже, но не оканчивается или не начинается, а именно входит, содержит USD. Требование в присутствии ведущих символов стартинг начинается с USD. Требование отношения со значением в другой таблице устанавливает, что значение столбца находится в некотором отношении больше, меньше, равно и так далее со значением, получаемым путем выполнения запроса к другой таблице. В нашем примере значение столбца колва R так, вот мы ставим ограничение значение столбца колва R в таблице расход моя таблица расход не должно превышать значение столбца остаток из таблицы товара. То есть при определении столбца колва R в таблице расход мы говорим, что значение должно быть меньше, чем выбираем из таблицы товар из другой таблицы по полю остаток и колва R должно быть меньше того, что мы выбрали. при этом товар, поле из таблицы товар должно соответствовать полю товара из таблицы расхода. Требование отношения значения столбца со всеми или некоторыми значениями в другой таблице устанавливает, что значение столбца находится в отношении равно, больше, меньше и так далее со всеми значениями столбца, если у нас стоит all, в данном случае со всеми значениями, или некоторых, если стоит сам, записи, получаем их путем выполнения запроса в другой таблице. В нашем примере значение столбца data rush, значение столбца data rush, таблицы расход, дата расхода больше значения всех полей таблицы, значение всех, больше всех значений поля data rush из таблицы приход. Еще разок. Мы создаем таблицу расхода, в которой имеется поле дата расхода. Оно не пустое. И мы говорим, что это поле, ставим ограничения, на это поле, оно должно быть больше всех полей, которые были в таблице data, в таблице приход по полю data приход. Требование существования хотя бы одной записи другой таблицы устанавливает, что в другой таблице должна существовать хотя бы одна запись, удовлетворяющая некоторому условию. В нашем примере в таблице расход устанавливается ограничение по полю, в таблице расход имеется поле IDRS, оно у нас не пустое числовое, имеется поле товар и дата расхода, тоже не пустое. Мы ставим ограничения, строим внешний ключ по полю товар, с родительской таблицей товар, по полю товар, и говорим, что должно содержаться, существовать хотя бы одна запись из строки товар, из столбца товар, из таблицы приход, где товар из таблицы приход, он соответствует товару из таблицы расхода. Существование единственной записи, то есть если до этого мы рассматривали хотя бы одну, то тут единственная, она реализуется с помощью тингулара. Запрет добавления записи в просмотр может быть включен с помощью режима with check. Мы не можем ввести данный запрос, если же значение поля колба будет меньше тысячи. Использование триггеров для поддержания целостной целостности необходимо для реализации каскадных воздействий в дочерних таблицах, для внесения уникального значения, внесения изменений в семантически связанные таблицы и ведения журнала изменений по знакам. С триггерами мы с вами знакомились на прошлом занятии.